Тесты хороши тем, что позволяют за 10 минут определить, есть ли у человека ковид или нет. И такое тестирование может делаться без лаборатории. Раньше один цикл выполнялся за три часа. Плюс время на транспортировку тестов до лаборатории и обратно. Суммарно требовалось около суток. Ульяновским учёным удалось сократить время процедуры. Пройти тестирование можно на месте. В случае с приезжими из Донецка и Луганска в гостиницах. Сюда экспресс-тесты уже переданы на безвозмездной основе. Если экспресс-тест положительный, то в принципе этого пациента можно уже устанавливать диагноз новой коронавирусной инфекции и назначать лечение или госпитализировать по показаниям. Новые тест-системы видят не только Дельта-штам, но и новый Омикрон. Сейчас передано 2000 экземпляров. Это больше, чем самих вынужденных переселенцев. Их число в Ульяновской области 680. Процедуру проводят медики, которые по графику дежурят в каждом пункте временного пребывания. Они же проводят общую диагностику здоровья. Взрослые населения проходят обследование, это флюорографическое обследование. То есть на сегодняшний день более 100 человек прошло флюорографическое обследование. И также по мере возникновения у них симптомов, по мере необходимости, с медицинской точки зрения они либо госпитализируются, либо осматриваются на базе поликлиник. Им также оказывается скорая медицинская помощь. По информации регионального Минздрава, серьезных заболеваний у приезжих не выявлено. Сейчас рассматривается вопрос об их вакцинации.